Ой, смотрите, поставили этого спасателя по-испански Socorro, это помогите, Socorro me, помогите мне. И спасатель называется Socorristo. Socorristo. Тут на всякий случай, если вам вдруг надо будет. Ну, можно, конечно, help me кричать, но можно еще и кричать Socorro me. Socorro. Ой, там и едет. Боже мой. Много туристов. Вон, смотрите, всякой грязи, сколько нанесло это вчера. Вчера был шторм. Ну, смотрите-ка, вроде банк работал. Кстати, вот, слава богу, что сегодня хоть и праздник, но все-таки все открыто. Вот, это, знаете, так напряжно. Илья заболел, и мы, блин, два дня не могли найти аптеку. Ну, то есть какая-то была дежурная, но я лично не знала. Ну, обычно на аптеках, конечно, написано, какая дежурная. Не, нет, закрыт банк. Нет, не закрыт. Сколько сейчас тренинг, надо двух часов оплатить. Люди на улице, хоть и пасть можно, но очень тепло. Очень тепло. И, смотрите, открыты, значит, эти будки. Раз открыты будки, значит... Значит, теплоходы приплывают, работают, вернее, а по-русски скажут. Так что люди на улице, хоть и пасмурно, но очень жарко. Мне вот лично очень жарко. Ну вот, наконец-то я дошла до центра. А сейчас быстренько вам покажу, что за праздник. Что это там за группа студентов там стоит? Все с точками. А, и люди-то вам уже сюда... А, нет, вот тут что-то проходило. Но это за независимость, видите, это тут. За независимость. Вот это такие будки, они как бы за независимость каталона всегда есть. Вот этот дядя очень богатый, я знаю. Вот, смотри. Тоже пришел с простыми людьми, стоит тут. Вот, видите, вот они, книжные развалы такие. А вот розочки. Вот розочки. Видите, все как-то так. Все независимость каталонии, все. Не знаю ничего не вписывается. Ну, все-таки, да, я считаю, что этот праздник нужен, чтобы люди покупали книжечки, читали. Потому что, хоть сейчас так и много гаджетов, и интернет все равно читать надо. Надо читать 3 евро. Ну, я же сказала, да, что 3 евро стоит. Розочка стоит 3 евро. Это вот 4, тут 3,50. Тут 4,50. Она говорит, в зависимости написано, да, с этого, размера, высоты розы. Ну, там синие даже есть розы. А вон тут, смотрите, видите, рукоделие какое. А вот видите, 10 евро стоит. Что-то дороговато. Я в прошлом году вообще за 3 евро купила. Ну, нет, можно, наверное, конечно, найти за 3 евро. Ну, в основном, видите, а вот 2 евро, видите, вот есть. Есть, ну, все разное здесь. Есть 3 евро розочка. Вот так выглядит праздник. Они участвуют, все погуляют тут. Что-нибудь купят. И все коллективно потом пойдут в ресторан есть. Ну, это так они праздники проводят. Это у них так нормально. И все время, когда праздники не бывают, они сходят. И потом все в ресторан идут. Дома у них, ну, дома, может, конечно, не бывают какие-то семейные праздники. Но если вот на такие праздники, то они, как бы, неохота, знаете, заморачиваться ведь там. Думаю, что-то готово ведь там. А тут пошел, сел в ресторане, и тебя накормили. Тем более, что оно здесь. Разные рестораны на всякий карман. И можно вообще вам за 12 евро меню покушать. Вот эта цыганка сидит. Сорванный голос у нее какой. Потому что они все время орут. Оно было сорвано. Это мой блендер пресс. Это хорошая цена. Бинга-ба. Бинга-ба. Это купить такую синюшую розу. А вам нравятся такие синие розы? А мне нравятся кабардовые. Мне как-то синие не нравятся вообще. Вот такая синяя, смотрите. Синяя-синяя. Мне кажется, это как... А вот тоже, видите, зеркал. За независимость. А вон, видите, да, за независимость. Собирают голоса. Голоса собирают. 3 евро. Вот книжечки тоже по 3 евро. А смотрите, даже энциклопедию продают. Видите, выступили. Вон там розочки Тань по себе расцвели. Сейчас вам покажу. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, какая красота. Смотрите, наша соотечественница продает книжечки. Вас как зовут? Меня зовут Елена. У меня магазин «Русскнига». Смотрите, русская книга. Заходите. Книжечки, да, для детей. Представляем русскую школу «Золотой ключик». Ага, да-да. Для деток от 3 лет. Так что... Очень нужно это, чтобы ребятишки не забывали русский язык. Да, это очень нужно. Мы не забывали наши языки. Да, сами. Так что, вот кому интересно... Да, блин, я выставлю, а завтра уже будет. А где находится? Находится. Ага, хорошо. Это на сайте, да? «Русскнига.С». Это кто живет здесь? В Ютубе? Да. Да, у меня 3000 подписчиков смотрит. Да, у меня 3000 подписчиков смотрит. Так что мы вас прорекламируем. Заходите на русскнига.с, выбирайте книжки. Да, и также, если кому надо ребенка привезти в школу, то можно к вам. А это в Люрети? Мы занимаемся по субботам. По субботам, да. В Люрети. Это вот где там, на Фаналсе школа там, да? Я видела, видела. Я ваше объявление видела. Еще раз вам покажи. В русском языке у нас еще есть больные танцы. Есть кружок шахматный клуб у нас есть. И проводим разные мастер-классы интересные. Бенарные и творческие. А я вспомнила, я вас видела в ассоциации, да? Да, да. В ассоциации. Нет, я думала, лицо знакомое, ничего понять не мог. Где видела? Да, и поэтому. По этому курсу. Здорово. Так что вот смотрите, курочка Ряба. И цена, смотрите, 6,50. Не так, как в каталанске. 40 евро стоит, да? И вот такая интересная. Смотрит красота. Есть музыка. И азбука, смотрите, есть. И азбука, и планшетики. И все есть. Все для развивать репетишек. И вон даже есть наша литература, смотрите, классика. Майн Ритт вон есть. Марк Твен. Булгаков. Мария Цветаева. Смотрите, вот интересуются девочки русские. Дети классика интересуются. Еще так интересно рассказали они, что испанские дети с таким интересом прямо кидаются. Все, видите, такое красочное, красивое. И потом расстраиваются, что на русском языке. Так что заходите в магазин. Вот такой, что у меня оказался интересный у меня репортаж. Полезный. Может, людям, которые собираются жить в Лурете, переживают, что где будет заниматься ребенок, то вот есть вот крестная школа. Называется «Золотой ключик». И по-испански «La la ve de l'oro». А я пошла, все. Ну вот это вот такие. Испанские детские книжечки. Ну, тоже красивые. Тоже яркие. Большое спасибо за ваши комментарии. Так что не забывайте мне поставить лайк и поделиться моим видео. Спасибо. Чтобы побольше людей могли это увидеть. Вот ремонтировали уже, видите. Как видите. Спасибо.